Растягивание дальше, это уже говорит о том, что есть какие-то определенные косяки. И я тебе расскажу некие примеры из моих знакомых, то, что происходило, какие алгоритмы действовали. То есть это живые примеры, то есть реальные примеры. Примеры быстрого соблазнения. Первый пример, когда мы с одним из учеников ходили в торговую центру в Москве, досматривали девушек, тренировали определенные навыки. Вот он приходит ко мне на занятие и говорит сразу, я хочу сегодня соблазнить девушку. Дело было в субботу, тем более мы там встретились около 4 часов, все здорово, замечательно, почему бы и нет. Я говорю, отлично, давай попробуем, сейчас сделаем. И, то есть мы были сначала в торговом центре, при этом специально я выбрал девушку, я подошел, ну, чтобы побыстрее гарантирование все эти процессы начальные сделать. Там мы переместились, то есть я знакомился, он просто был рядом, мы как будто вместе случайно шли в кафе. Там мы переместились в кафе вот этого торгового центра. При этом вначале, так как я сначала начинал знакомиться, начинал общаться, да, девушка была очень сильно спозиционирована на меня. Она думала, что я проявляю интерес по отношению к ней. В процессе общения, то есть это заняло где-то, ну, минут 40-45, наверное, там, ну, вот так вот разброс скажу, что это от 30 до 45 минут. Когда мы там сидели, втроем общались, я специально ее спозиционировал на моего ученика. То есть вначале я много общался, я его специально, так скажем, пиарил, рекламировал и так далее. Далее он подключился к коммуникацию, и я начал специально отстраняться, я стал меньше общаться, и они уже вдвоем больше общались. Соответственно, как результат, вот к концу этого срока я специально сказал, что мне пора идти, у меня еще дела сегодня, мне там надо уходить. Соответственно, они остались в этом кафе одним. Далее, после этого они поехали еще, ну, так у них сложилось, что та девушка, она должна была встретиться, договорилась с подругой. То есть они еще потом пошли в другое кафе, то есть там получилось, что ученик плюс две девушки. Они там посидели, пообщались, все здорово. И, соответственно, потом, после этого они ненадолго перебрались в клуб, тоже вот втроем переместились. То есть получалась очень длинная такая цепочка из-за того, что он не проявлял особой активности, то есть, ну, навыки еще были слабо развиты. После этого они перенестились к нему домой под утро, то есть подруга уехала, то есть он специально сделал фишку в клубе. То есть они поймали машину, отвезли сначала подругу, а потом уже на этой машине они поехали к нему домой. И только после этого, соответственно, был обустроен секс. То есть из-за некой нерешительности, из-за того, что не получилось перебить его вниманием вот эту вот встречу, им пришлось ввести дополнительную цепочку, и только они до утра добрались. Следующий пример. Это было на улице, то есть мы общались, знакомились как раз двое-надвое, там было две подружки, и, соответственно, мы вдвоем учеников, с учеником. То есть познакомились на улице, сразу их пригласили в альпатио, то есть в ресторан переместились. Как раз нас было двое-надвое, там мы посидели где-то около часа, наверное, ориентировочно, и после этого, я специально отстыковался, они заехали еще в какое-то место, то ли бар, что-то такое, там он говорил, немножко выпить, потанцевать. Втроем уже поехали. И после этого он как раз использовал метод, как развозить на машине, да, то есть он отвез сначала подругу, которая ему была неинтересна, завез, и уже, соответственно, был обустроен секс в машине. То есть вот такая определенная цепочка. То есть если вот здесь я активно принимал участие, здесь я его специально больше позиционировал, направлял на него, отстыковался, тут они уже втроем, отвез, и, соответственно, вот этот процесс был обустроен. Это вот, так скажем, успешные примеры, то, что некоторые такие моменты получались мимоходом, да, которые такие интересные, но бывали моменты, когда и ученики косячили, то есть когда им подгоняешь девушку, был такой случай, когда даже специально приехали ко мне в гости, тут затусили, познакомился с девушкой, ушли буквально там за руку держать, все здорово, классно. Потом после этого они должны были ехать к нему домой сразу же, без остановки, для того, чтобы там произошел секс. Но он накосячил, они решили поехать в шоколадницу, там посидеть, и он стал ее прогружать. То есть вот как раз вот эта вот эмоциональная составляющая, то, что я нагнетал, то, что я создавал, когда я его пиарил, рекламировал, там, позиционировал на него, да, она была сбита вот этой логикой, у нее включилась логика, и уже ничего больше этого не хотелось, они разъехались по домам. Причем это была тоже моя знакомая, и, ну, то есть мой знакомый, моя знакомая, я их решил просто свести, интересно, чтобы было. И причем с двумя связываюсь потом на утро, ну как, что у вас было? Ничего не было, хорошо. Я у двух сторон спрашиваю, у него спрашиваю ситуацию, а пишет, что произошло? Он говорит, ну, мы поехали ко мне, но при этом я предложил посидеть в кафе. Ну, там, шаблон у него сработал, да, девушку надо покормить. Вот, в результате посидели, долго пообщались, и ей уже что-то не захотелось, да и, наверное, мне, и, соответственно, мы разъехались. Вот это его объяснение. Объяснение с ее было стороны. Да, я была настроена на секс, хотелось, причем я даже его хотела пригласить к себе, домой была такая возможность, либо даже поехать к нему, непринципиально, но из-за того, что он меня прогрузил в кафе, я устала, хотела уже спать, и мне уже не хотелось секса. Из-за этого я поехала одна домой. Все, вот грубейшая ошибка, то есть вывод на логическую составляющую произошел, и, соответственно, все, так как дело уже было к ночи, она захотела спать и уже не хотелось секса.